Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Поиски происходили в течение шести световых дней. Работали четыре поисковые группы в очень сложных условиях. Лед рыхлый, глубина достигала до 7 метров. Принято решение доставить пиранью, с которой в дальнейшем происходили поиски. Тело было обнаружено вниз по течению на полутора километра от места происшествия. Тело находилось в толще воды, где расстояние между грунтом и ледяной коркой составляло 50 сантиметров. Только благодаря опыту и профессионализму водолазов, исследовавших каждый метр акватории, утонувшего удалось найти. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 69 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. На Черниговской трассе 28-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат», двигаясь со стороны Новой Гуты в направлении Гомеля, неудачно догнал «Фольксваген Каравелла». Столкнувшись с микроавтобусом, легковушка съехала в кювет, а ее владелец получил телесные повреждения и был госпитализирован в ней архирургическое отделение областной больницы. Под колеса автомобилей продолжают попадать пешеходы. Один человек пострадал в Мозыре, и два были сбиты в Будокошелевском районе. В городе Мозыре мужчина внезапно вышел из-за остановившегося транспортного средства и получил телесное повреждение. Двое других пешеходов были без свето-возвращающих элементов в темное время суток, в связи с чем автомобили попросту их не увидели и совершили на них наезд. Уважаемые пешеходы, будьте предельно внимательны при пересечении проезжей части. Переходим только в установленном для этого месте. В темное время суток обозначаемся свето-возвращающими элементами. Пожаром и уничтожением чужого имущества закончился ремонт автомобиля в гараже. Чрезвычайная ситуация произошла накануне в одном из кооперативов железнодорожного района Гомеля. Автомобиль принадлежит 43-летнему мужчине, а гараж совершенно другому человеку. Из-за пожара, фольксваген, жета и все находящееся в гараже имущество восстановлению не подлежат. К счастью, обошлось без жертв. Предварительно установлено, что возгорание произошло из-за нарушения правил пользования электроприборами. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.